если вы или ваши родственники или ваши друзья храпят обязательно сообщите им что есть уже практически все народные рецепты для того чтобы побороть эту проблему и начинайте работать с двумя или даже с тремя различными рецептами от храпа результат будет стопроцентный там есть народные рецепты там есть много эффективных хороших упражнений все это и в комплексе позволит вам не храпеть естественно нужно быть настойчивым и работать с данными рецептами до результатов ну а сегодня будет двойной отличный рецепт первый рецепт такой покупаем корень валерьяны он продается в аптеке можно заказать его в интернет магазинах в сухом виде данный рецепт расслабляет некоторые мышцы а также помогает человеку успокоиться то есть он успокаивает нервную систему и все это в совокупности влияет на качество сна и на храп что же необходимо делать данную процедуру выполняем ровно 25 дней если вы ежедневно будете себе заваривать корень потом делаем перерыв 3 недели первый раз опять 25 дней работаем перерыв 4 недели и третий раз ежедневно проходим третий курс работаем 25 дней с этим рецептом ежедневно необходимо взять термос далее приобрести сухой корень если он в таких палочках необходимо его немножечко чуть-чуть перемолоть чуть-чуть далее берем без горки обычную классическую чайную ложку наполняем сухим корнем и засыпаем в термос в крайнем случае можно использовать и термокружку или обычную кружку только очень хорошо все обматываете заливаем 200 миллилитров воды вода конечно же должна быть кипящая и чистая все закупориваем и отставляем примерно через полтора часа можно все процедить можно это делать также заранее так как пить нужно именно примерно за час до сна первые дни начинайте с половины дозы то есть заварили 200 миллилитров а выпиваем 100 миллилитров данного напара потом через несколько дней можно постепенно прибавлять 150 миллилитров и потом всю эту дозу полностью выпиваем их можно в принципе вместе применять по тому же графику 25 перерыв 25 перерыв итого также с этим рецептом поработайте три курса что нужно делать покупаем в аптеке травы и соцветия шалфей мята ромашка и соцветия календулы вот так это все сухие травы и соцветия необходимо их подогнать под один размер можно немножко все измельчить отдельно каждую траву каждое растение до примерно 2-3 миллиметра чтобы было так как календула будет прямо в цветочках она такая большая а нужно чтобы все было измельчено далее все необходимо соединить в одинаковых пропорциях например по одному стакану уже измельченного каждого растения хорошо все перемешиваем в мыске в сухой и это на сбор помещаем уже в какой-то холщовый мешочек и храним именно в комнате не на кухне ежедневно перед сном все то же самое берем уже две столовые ложки с горой нашего сырья помещаем в термос и заливаем 400 миллилитров кипящей воды все закупориваем примерно через два часа все можно профильтровать отжать все получившиеся там примерно 350 миллилитров раствора этот раствор должен быть в теплом виде идем и перед сном примерно за 20-30 минут просто полощем рот полощем горло этим раствором набираем раз 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 пополоскали выплюнули второй раз пополоскали выплюнули третий раз набираем выплюнули после этого не надо ничего употребляет пищу кушать пить сразу же в ближайшие 20 минут идем и отходим ко сну ну а сегодня очередной необычный рецепт естественно его применяем с двумя с тремя обычными народными рецептами что же это за уникальный рецепт это заговор все мы знаем как в детстве бабки заговаривали наши заикания наши бородавки и все это работало все мы живые и здоровые поэтому не нужно этого бояться все заговоры работают необходимо в них верить необходимо с ними также работать по инструкции на постоянной основе что же нам нужно для того чтобы правильно сделать данный заговор ежедневно желательно желательно но не обязательно на убывающую луну перед сном примерно за 15 минут берем можно взять миску можно взять какую-то кружку это значение не имеет наполняем миску примерно 100-150 миллилитров или хорошей воды или молока воду желательно брать или недавно размороженную то есть талую или воду из источника также можно использовать и святую воду которую вы церкви посвятили и она вас течение года хранится наливаем это небольшое количество жидкости 100 миллилитров уединяемся в комнате перед своей постелью наклоняемся и читаем над жидкостью данный заговор рыба в воде не мается зубами не кусается челюстью не скрипит ночами до днями не храпит как рыба молчит так и раба божья и здесь нужно сказать ваше имя молчит во имя отца сына и святого духа аминь после этого просто выпиваем жидкость и через некоторое ближайшее время отправляемся спать так делаем на убывающую луну в этом месяце ну как минимум полторы недели следующем месяце и так до результатов этот рецепт сам не помогает но в комплексном лечении если вы будете применять два три рецепта очень хорошо помогает это промывание носа соленой водой берем каменную соль и так один два раза в день берем один стакан теплой воды набираем чайной ложкой соль начинаем с одной чайной ложки ну чуть чуть позже можно полторы чайной ложки очень качественно перемешиваем по пять раз в каждую ноздрю втягиваем небольшое количество воды прикрываем одну ноздрю и начинаем втягивать после того как вы втянули небольшое количество воды одной ноздрёй она должна попасть в рот на язык вы илью выплевывайте далее второе ноздрёй втягиваете опять выплевывайте через рот и так по пять раз ну если вам нравится мэрвене помочь людям быть здоровыми поставьте мне сейчас лайк и давайте очень быстро все расскажу а три упражнения на сегодня такие эти упражнения необходимо выполнять конечно же каждый день на первом этапе можно два три раза в день упражнение номер один берем просто высовываем язык как можно дальше вперед с натягом даже с силой и так делаем 30 раз давайте покажу то же самое делаем в обратном направлении прижимаем язык горлу так тоже делаем 30 раз упражнение номер два нижней челюстью пытаемся делать те же самые движения вперед назад вперед все это делаем силой по 20 раз в каждую сторону и упражнение номер три покупаем какой-нибудь резиновый маленький мячик продаются мячики для животных можно купить какую-то маленькую детскую игрушку просто берем этот резиновый мячик кладем между зубами и сжимаем так же само 20-30 раз не забываем все эти упражнения делаем в каждый день если вам нравятся мои рецепты для здоровья не забудьте меня поблагодарить написать комментарий а также поделиться этим роликом со своими друзьями они также хотят быть здоровыми до новых встреч на моем канале и встретимся еще